Снова мы в районе аэропорта и буквально на выходе нас встречает Ленинградский простор. А если повернуть залп буквально в здание, то мы окажемся на первой аэропортовской улице, в которой соединяется Ленинградский простор с Красноармейской улиц. Улица небольшая, но для этого района она довольно типичная. Таких улиц между Ленинградским проспектом и параллельно проходящими этими улицами довольно-таки много. И Четовая, и Сильевича, и Красноармейская, и Планетная, и так далее. Фактически это, можно сказать, переулки, которые проходят между большими ленинградскими улицами и параллельно проходящими улицами. Ну, в основном все-таки так уж сложилось, что не говорится о большей степени улицами, хотя и есть там всякие перелки, то есть и авиационный перелок, и дорадовский перелок. Ну, если не так, вот одна из улиц называется «Первый аэропорт». Ну, про аэропорт, почему названы эти аэропорты, я уже достаточно много говорил раньше об этом. Ну, в частности, в нашей встрече, где мы говорили о проезде аэропорта, поэтому можно послушать, что у нас в моем десерте, как раз, я более подробно относился к этой теме, что называется «Проезд аэропорта», «Первый аэропорт», которого фактически сейчас уже нет. Ну, и одного нет, а второго, фактически, давно не работает он и значит. Ну, просто вкратце могу сказать, что даже она была не по метро аэропорту, а по аэропорту, который был создан для обслуживания, в 1931 году, для обслуживания Хадлинского улетного поля, Хадлинского аэродрома, который находится там, на любой здании, на Ленинградском проспекте, за конструкцию бюро, который уже отслужил вот этот век, который функционировал до 30 нас год. Вот первый аэропорт, он его построил в 1931 году, и там сейчас находится организация договор по полетению безопасности. Военный ответ, соответственно, это задание сохранилось. Ну, а вот второй же новый аэропорт, аэропорт, он год назад был снятен, снятен был в 2005 году, окончательный, а снятен был в 2017 году. Там последнее время было автостинки, автосалон. Ну, в общем, понятно, названа была эта улица, соответственно, по существующим аэропорт. А метро аэропорт, оно уже в последнее время в 1938 году построили, именно для того, чтобы удобно было попадать в этот аэропорт, в эту аэропорт. То есть метро уже в количестве. Не приличный, а приличный был сам аэропорт. А место уже в количестве, оно уже как раз было названо по находящемуся здесь аэропорта. Вот такие улицы. Ну, а когда-то это была вообще безымянная улица. Ну, как, в общем-то, почти все улицы, амитетсу дают безымянную. Вот не каждый называется. Ну, сейчас, как и не бывает. Проектированные проездами по каким-то номерам. А раньше просто безымянная улица. Ну, проектированный проезд, это походу даже безымянная улица. Потом ей дают в какой-то момент как бы. Ну, а в 1922 по 1940 год она называлась инвалидной улицы. Дом инвалидов. Вот сейчас его нету. Ну, когда-то был инвалидов. Ну, там как-то находились инвалиды, нарух-станавы, смещились. Просто там как-то жили в этом доме. Ну, вот их обслуживали. Ну, может, если не было, то они будут показывать. Сейчас сложно. И вот в 1940 году Олисов получил современное название. Первая аэропортовская улица. А название, кстати, было утверждено хотя больше 10 лет в 1922 году. Ну, судя по всему, и даже не всякие сомнения, рядом была и вторая аэропортовская улица. Но сейчас ее уже нет. Она устроена домами. Продъезжающими. Ну, видимо, это далеко проходило. Поэтому, как и нумерация улицы сейчас совместно не было местом. Она устроила. Нуждаются корректировки. Ну, понятно, что, по сути, можно было просто задать аэропортов. Второй просто не было. Ну, так уж сложилось историческое название. Как часто бывает. По этой улице числится всего три объекта. Три. Хотя на ней побольше находятся, но на некоторых основах с Россией. То есть, в Калининградском проспекте или в Краснодарском. Те, которые внизу находятся. А, собственно, по ней находятся три здания пациента. Причем, два здания не жилые. Соответственно, по нечестной стороне. И один жилой зданий. Почеловек. Таким образом. Вот. Если мы поем, соответственно, по этой улице. Ну, как логично. Сначала до конца и как раз от метро. И туда, в сторону Краснодара и с улицы. То мы за метро. Соответственно, дальше. Будет наша школа. За домами по Ленинградскому проспекту. Первыми, да. Первыми. Дальше у нас. И вот тут школа. До следующего полугода построена. Но она была построена на месте еще до военной школы. Советской. Вот. И за ней будет идти. Здесь, соответственно, по правой сторону у нас будет живой дом. Но этот живой дом, он числится по Ленинградскому проспекту. А не по... Первый рапорт. Хотя, такой же, он срочный. Ну, немного чуть плавлене. Но все-таки выходит практически разницу. Но, в частности, все-таки, как бы. Второй ряд идет. Да. Иградскому проспекту. Вот. Дальше, соответственно, слева у нас будет центральная поликлиника Литфонда. Эта поликлиника была построена в 1936 году для обслуживания писателей и инстинга. В чем писатель? Потому что в этом районе живло много писателей. Один из писательских домов находится здесь, на этой улице. Ну, и многие другие. Из народа Черниговского, допустим, там есть дома. Да. То есть, именно... Планетные. Часовая. То есть, в принципе, вот на этих улицах там были построены жилые дома, где жило много писателей. Ну, не только писатели. Ну, и другие детские культуры. Ну, и депрессионные граждане. Ну, в том числе, было довольно много писателей. И вот, даже в советское время, у вас уже писали поликлиника, как бы, сказать, какое... Как читая поликлиника, даже... Ну, где учились писатели. Ну, просто она и сейчас объяснила. Просто... Это уже коммерческое заведение. Ну, поэтому, как я понимаю, там сейчас можно лечить за деньги коммерческие культуры. Не только писатели. Ну, вообще-то все. Ну, естественно, писатели, наверное, не хватно, как за счет Союза писателей. Ну, и это, сказать, не то. А, кстати, вот за и вот этой поликлинике, центральной поликлинике, находится детской поликлинике. Тоже литературно. 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 Да? Тоже... Да? Потому что жизнь, соответственно, детей писатель. Но она чистится по красноармейски. Вот такая ситуация. Она там чуть-чуть оттуда и есть. То есть, эта поликлиника взрослая наша по первоарапортовски, а детская там чуть-чуть. За ней и ближе к красноармейски. Ну, здесь по красноармейски будет. Вот такая ситуация. Ну, опять же, сейчас сказать сложно. Послужат, наверное, только детей. Члены писателей и клиноковские люди, соответственно. Тех она может открыть. Ну, и, наконец, по правой стороне у нас идет довольно протяженный, большой и не единственный. На этой улице 2-й дом 3-этажный. 16-этажный, под номером 6. Вот дом 380 года по тройке. Отличный дом, как и трейдературно. Потолками больше 4-х метров. Ну, такой помпедный дом для непростых людей, наверное. Вот. И, наконец, заканчивается улицом. Ну, опять же, в целом находится 9-этажный 3-й дом. Кстати, писательский, как я сказал. И там жили, кстати, депутаты Лаукин, Варнсберг, Дроссман. И, о чем есть мембриальные Дроссы на здании. Вот. Но этот дом остается уже красноармейским. Хотя он четко находится на первой аэропорте. Ну, так. Он подкосной, такой не угловой, а подкосной. Ну, вот так. Вот. Наверное, как 4 копеи больше, наверное. Читается, что лучше, как армейским. Такие фильмы, наверное, тем более, стоят все время армейским. Очень почетным. Конечно, не сомнились первой аэропорте. Вот. Так что, вот, собственно, и вся улица. Ну, тоже она довольно-таки такая зеленая. Хотя и узковатая, довольно тесная, много заборов. Агар. В общем, сейчас стал глянцем городу. Это обычное бюджетное. Ну, в принципе, ничего замечательного особенного нет. Это, наверное, может летать из своего дома. Но, с другой стороны, все равно, вот из помещения инициативного фонда. Это дом, такой, ну, достаточно солидный. И, наверное, может быть, будет интересно для осмотра. Погулять вполне можно. Тем более, что находятся рядом с армейским армейским. Ну, если попробуем там проехать, заглянуть туда. Тем не большая улица. Правда, довольно интересная. Для прогулок она непригодна. Не очень. Одна эта приятная прогулка. Не дано встречать.